Всем привет, с вами Мистерия. Национальность в Советском Союзе. Как ее определяли? Советский Союз был многонациональной страной с проразглашенным принципом дружбы народов. И о этом дружба далеко не всегда была лишь декларация. Иначе в стране, в которой населяли более ста различных наций и народностей, было невозможно. Правенство всех народов при формальном отсутствии титульной нации – вот почва для пропагандистского мифа единой исторической общности в советском народе. Тем не менее, все представители единой исторической общности в обязательном порядке имели паспорта, в которых имела пресловутая пятая графа для указания в документе национальности гражданина. Как же определяли национальность в Советском Союзе? Паспортизация населения страны началась в начале 30-х годов и завершилась незадолго до войны. В каждом паспорте обязательно указывалось социальное положение, место проживания, прописки и национальности. Причем тогда, до войны, согласно секретному распоряжению НКВД, национальность должна была определяться не путем самоопределения гражданина, а исходя из происхождения родителей. Милиция имела инструкцию проверять все случаи несовпадения фамилии с национальностью, которую декларирует гражданин. Статистики и этнографы составили список из 200 национальностей, и получая паспорт, человек получал одну из национальностей из этого списка. Именно на основании этих самых паспортных данных и проводились 30-е годы и позднее массовые депортации народов. Согласно подсчетам, историков тотальной депортации в Советском Союзе были подвергнуты представители 10 национальностей. Корейцы, немцы, финные, германланцы, крочаевцы, калмыкии, чеченцы, ингуши, балкарцы, крымские татары, турки, месхетинцы. Кроме того, существовал и неявный, но вполне очевидный антисемитизм и практика репрессий по отношению к представителям других народов, таких как поляки, курды, турки и тому подобное. А с 1974 года национальности в паспорте указывали на основании заявлений самого человека. Тогда и появились шутки наподобие такой. Папа армянин, мама еврика, кто будет их сын? Конечно, русский. Впрочем, в большинстве случаев национальности все же указывали по одному из родителей. В подавляющем большинстве случаев свою национальную принадлежность гражданин определял по национальности отца. В Советском Союзе довольно сильны были патриархальные традиции, согласно которым отец определял фамилию и национальность ребенка. Однако были иные варианты. Например, очень многие случаи, если приходилось убрать между евреем и русский, выбрали русский, даже если русская была мама. Делалось это потому, что пятая графа давала возможность чиновникам дискриминировать представителей некоторых нас меньшинств, в том числе и евреев. Впрочем, после того, как в 1968 году разрешили въезд, выезд евреев в Израиль, иногда наблюдалась обратная ситуация. Некоторые русские выискивались ради какого-нибудь еврея и предпринимали невероятные усилия, чтобы изменить надпись в пятой графе. Национальности в этот период свободно-национальной самоидентификации определялись по спискам официально признанных народов, проживавших в Советском Союзе. В 1959 году в списке было 126 названий, в 1979-м 123, а в 1989-м 128. При этом некоторых народов, например, осилийцев, в этих списках не было, в то время как в Советском Союзе жили люди, определяющие свою национальность именно таким образом. Есть печальный анекдот о еврейском погроме. Избили еврея, соседи говорят ему. Как же так? Вы ведь купили себе паспорт с пятой графой, где написано русский. На что тот грустно отвечает. Да, но вели то меня не по паспорту, а по лицу. Собственно, этот анекдот довольно точно иллюстрирует ситуацию в силовых ведомствах, где учили определять национальность именно так. Не по паспорту, а по лицу. Но если цыган от якута отличить в общем просто, то понятно, где якута, а где бурят, будет несколько сложнее. А как понять, где русские, где латыши, где белорусы? Существовали целые таблицы с этническими типами лиц, позволявшие милиционерам, сотрудникам ГГБ и других структур безошибочно различать людей не по паспорту. Разумеется, это требовало хорошей памяти на лица и наблюдательности. Но кто же говорил, что разбираться национальности людей в стране, где живет больше ста народов, будет легко? Пятую графу отменили в 1991 году. Теперь в паспорте и в иных документах национальности не указываются или указываются в специальных вкладышах исключительно по желанию. И списков национальности, из которых должен выбрать гражданин, теперь тоже нет. Снятие ограничений национальную самоиндентификацию привело к занятному результату. Во время переписи населения 2010 года некоторые граждане указывали свою принадлежность к таким народам, как казак, вамор, скиф и даже эльф.